Савченко. Задача 1.1.18. Савченко. Задача 1.1. Савченко. Задача 1.1. Шофер подает короткий звуковой сигнал. Какое расстояние пройдет автомобиль до момента, когда шофер услышит эхо, известной скорой звука С? Какое расстояние? Ну, давайте обозначим его буквой С. Сделаем рисунок. Итак, вот стена. В какой-то момент времени автомобиль находился на расстоянии L от стены. Он двигался со скоростью V, которую надо найти, под углом α к стене. Вот этот угол α. Через некоторое время, вот находясь, допустим, здесь, автомобиль услышал эхо от звукового сигнала, который был подан, вот когда автомобиль был в этой точке. Значит, за время ΔT автомобиль проехал вот это расстояние S, и мы можем его обозначить так. S равняется V на ΔT, где ΔT это промежуток времени с момента, когда автомобиль издал звуковой сигнал, до момента, когда водитель услышал эхо. Эхо – это звук, отраженный от стены. Звук, как и свет, может отражаться. Давайте сейчас поступим так, как мы поступаем, когда анализируем отражение света от плоского зеркала. Только вместо плоского зеркала у нас будет плоская стена. Построим изображение автомобиля в тот момент, когда он издал звук. То есть автомобиль в этот момент был источником звука. Вот мнимое изображение этого источника звука. Это расстояние тоже равно L, потому что мы знаем правило построения изображения в плоском зеркале. Изображение лежит на перпендикуляре, который продлевается за зеркало, за отражающую поверхность, на такое же расстояние, на каком находится источник от зеркала. И воспринятый водителем отраженный звук, мы можем... Ход звукового луча, скажем так, мы можем построить так. Прицелимся. Вот. На самом деле, конечно, звук шел вот так. Так. И так. Но результат будет таким же, как если бы звук шел отсюда. А звук-то у нас распространяется с известной скоростью. Значит, вот это расстояние мы можем тоже записать. С, скорость звука, умножить на дельта Т. У нас с вами образовался треугольник. Вот одна его сторона. Два L. Вот вторая его сторона. А вот третья его сторона. Нам известен угол вот в этом треугольнике. Я его выделю цветом. Вот он. Это угол 90 градусов плюс альфа. Это же у нас перпендикуляр. В таком случае, давайте выразим вот эту сторону через эти две стороны по теореме косинусов. Тогда мы можем записать. По теореме косинусов. С квадрат на дельта Т. Квадрат квадрат вот этой стороны, лежащей против угла 90 плюс альфа. С квадрат дельта Т квадрат равняется квадрату вот этой стороны 4L квадрат плюс квадрату вот этой стороны плюс V квадрат дельта Т квадрат минус удвоенное произведение вот этой стороны 2L. на вот эту сторону, V на дельта T, на косинус угла 90 плюс альфа, 90 градусов плюс альфа. А теперь давайте вспомним формулы приведения. Косинус 90 градусов плюс альфа равняется минус синус альфа. И воспользуемся этим вот в этой формуле. Тогда минус у нас превратится в плюс, а здесь будет стоять синус альфа. Что у нас получится? С квадрат дельта T квадрат равняется 4L квадрат плюс V квадрат дельта T квадрат плюс теперь уже 4LV дельта T на синус альфа. Давайте посмотрим, что в этом уравнении мы знаем, а чего не знаем. С знаем, L знаем, альфа знаем. Единственная неизвестная величина здесь это дельта T. Это уравнение для нахождения дельта T. Если мы найдем дельта T, то потом, когда мы умножим его на скорость движения автомобиля, которая тоже известна, мы найдем то, что требуется по условию. Итак, давайте это уравнение приведем к такому виду, чтобы оно было легко узнаваемым, и тогда решим его. Где у нас тут дельта T? Оно здесь у нас в квадрате. Здесь оно в первой степени. Давайте сделаем так, чтобы с правой стороны был 0. У нас получится следующее. C квадрат. Так, только я тут опять-таки должен написать, смотрите, не C квадрат, а V квадрат. Вот, V квадрат. Исправляем. И вот это V квадрат переносим влево. У нас получится C квадрат минус V квадрат умножить на дельта T в квадрате. Есть. Значит, это мы учли, это мы учли. Теперь, вот это переносим влево. Минус 4LV на дельта T с минусом. Это мы учли. Да, ну и синус альфа, конечно. Давайте даже так запишем. Синус альфа на дельта T. Теперь это мы учли. Остается вот это. Минус 4L квадрат. Это мы тоже учли. Равняется нулю. Перед нами стандартное квадратное уравнение. Будем пользоваться формулой корней квадратного уравнения. Дельта T равняется дробь в знаменателе 2А. Вот наше А. 2. С квадрат минус V квадрат. Дальше. В числителе минус B. Наше B это вот этот коэффициент. Минус становится плюсом. 4LV синус альфа. Дальше идет плюс-минус. Но смотрите, я напишу только плюс. Сейчас понятно будет, почему минус не надо писать. Он не имеет физического смысла. Корень квадратный из 4LV синус альфа в квадрате минус, вот это B квадрат, минус 4АС. Наше А вот оно. Давайте запишем C квадрат минус V квадрат и умножить на C. C у нас 4L квадрат. Причем с минусом. Минус с этим минусом даст плюс. Минус 4L квадрат. Вот. Почему я не пишу здесь плюс-минус, а пишу только плюс? Посмотрите. По модулю вот этот корень больше, чем 4LV синус альфа. Потому что к нему прибавляется еще вот это слагаемое. Поэтому второй корень, который с минусом, он отрицательный. Дельта Т должно быть положительной величиной, поэтому мы пишем только знак плюс. Равняется. Давайте продолжим. Что давайте мы сделаем с вами? Давайте мы 4 в квадрате и L в квадрате, вот 4 в квадрате и L в квадрате, вынесем за корень и даже мы можем вынести его за скобки. Равняется. Дробная черта. Тут у нас будет 4L. Я его вынес даже перед дробью. А здесь останется V синус альфа плюс корень квадратный. Из, значит, 4L я вынес, осталось V квадрат синус квадрат альфа. V квадрат синус квадрат альфа. Это от вот этого осталось. А тут осталось C квадрат минус V квадрат плюс C квадрат минус V квадрат. Есть. В знаменателе у нас 2 и вот это разность квадратов. 2 на C квадрат минус V квадрат. Эту четверку с этой двойкой мы сокращаем. Остается 2. И продолжаем. Равняется. Дробная черта. Тут теперь у нас просто C квадрат минус V квадрат. Здесь у нас L, точнее 2L. Здесь у нас V синус альфа плюс. А теперь смотрите, что мы сделаем. C квадрат остается. А вот тут мы можем вынести за скобки V квадрат. V квадрат. А в скобках останется синус квадрат альфа минус единица. А я сделаю так. Минус единица минус синус квадрат альфа. Это же косинус. Равняется. 2L корень в знаменателе C квадрат минус V квадрат. В числителе V синус альфа плюс корень квадратный из C квадрат минус V квадрат. А единица минус синус квадрат – это вот косинус квадрат. Косинус квадрат альфа. Что это? Это наше ΔT. Чтобы найти пройденное автомобилем расстояние до момента, когда водитель услышал их, надо умножить на скорость автомобиля. Таким образом, ответ будет выглядеть так. S равняется 2L на V. Вот это. А дальше такая же дробь, как в предыдущем выражении. В синус альфа прибавить корень квадратный из C квадрат минус V квадрат косинус квадрат альфа. И в знаменателе C квадрат минус V квадрат. Готово. Задача решена. Альфа прибавить корень квадрат.